День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Со второй попытки Рязанская городская дума изменила структуру администрации и утвердила Алексея Пустовалова на должности первого зама мэра. Верните слоника. Об исчезновении арт-объекта уже высказались и губернатор, и мэр. Звезды Лыбецкого моста. Археологи настаивают на его исторической аутентичности. Депутат Рязанской городской думы утвердили Алексея Пустовалова на должности первого зама главы администрации. Напомню, четыре месяца назад нужного количества голосов это назначение не получило. Было много воздержавшихся. На этот раз народные избранники проголосовали почти единогласно. Перед своим утверждением де юре Алексей Пустовалов кажется абсолютно спокойным. Может быть потому, что де-факто в роли первого зама мэра он уже четвертый месяц, поэтому одобрение депутатов лишь формальность. А может еще и потому, что его вопрос в самом конце повестки. Первоочередное награждение рязанцев. Звание почетный гражданин Рязани присвоят доценту кафедры литературы РГУ в 80-е и 90-е годы Владимиру Попову. А вот по теме награждать или нет протеерея Арсения Вилкова у некоторых депутатов возникли сомнения из-за споров о школе номер 6. Но инициатива из ключи священника из списка награждаемых поддержки среди народных избранников не нашла. Решение не принято. Кадровый вопрос об утверждении Пустовалова был в самом конце. Прямо перед ним шел вопрос изменения структуры администрации. Предлагалось функционал всех обычных замов переподчинить первому. Появились вопросы. У нас объекты права всегда играть в главу администрации. В данном контексте, если мы принимаем такое решение, получается не дубляж. Глава администрации, она именно делегирует полномочия. А в данном контексте непонятно, что там и что будет делегировать. Это чисто правовой аспект. На мой взгляд, у юристов, которые будут готовить документы для делегирования полномочия, все предыдущие начальники управления, но у меня появятся сложности. С небольшими оговорками, но изменения в структуру администрации все-таки приняли, а затем избавили Алексея Пустовалова от приставки «ИО». Если в прошлый раз было 18 воздержавшихся, то в этот раз их позиция была более четкой. И утверждение прошло почти единогласно. Несмотря на коронавирусные ограничения, жизнь не стоит на месте, в РГУ продолжается приемная кампания. Правда, на бюджетные места прием документов уже завершен. На очную форму обучения Рязанского государственного университета уже принято больше 10 тысяч заявлений. А это больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями остаются юриспруденция, социология и иностранные языки. До 7 августа продолжается прием в магистратуру, до 14-го – на очный платный бакалавриат и заочную форму обучения. Предварительные подсчеты показывают, что наибольшей популярностью пользуются социология, иностранный язык и статистика. При этом явно растет количество выпускников с интересом к естественным наукам. В этом году абитуриентов гораздо больше, чем в прошлом году. Много студентов, точнее абитуриентов, но мы надеемся будущих студентов, приходили в этом году очно, много подавали по почте. В этом году 4 варианта как минимум подачи документов у нас существует. Это личный кабинет, это госуслуги, это почта вуза и личный прием. Топ-дисциплин с самым высоким конкурсом не изменен экономика, инъяс, социология и юриспруденция. Нам нравится сфера юридическая, поэтому мы решили именно сюда подать. 4 года уже отучились и решили продолжить обучение в родных стенах. Очень хорошие педагоги, достаточно обширные, объемные знания давали. Впрочем, обозначать цифрами конкурсную ситуацию пока рано. Каждый абитуриент обычно подает документы одновременно в 5 вузов и на несколько направлений сразу. Проанализировать статистику возможно только после приказа о зачислении, после того, как сами прошедшие по баллам абитуриенты сделают свой выбор. Между тем остаются такие направления, поступление на которое практически гарантировано. Есть у нас направление подготовки, где с небольшим количеством баллов можно претендовать на бюджетное место. Это такие направления, как математика, математическое обеспечение администрирования информационных систем, техническая физика. Здесь широкое количество бюджетных мест, и если вы имеете в своем арсенале такие ЕГЭ, как русский, математика, информатика или физика, вот здесь мы ждем абитуриентов, потому что вы можете реально занять хорошее бюджетное место на перспективные специальности, имея не очень высокие баллы. Современные тенденции таковы, что некогда не самые популярные специальности сегодня добавляют. Будущие и нынешние студенты понимают перспективность дефицитных профессий. Обучаюсь на направлении химия. В будущем я смогу стать химиком, работать как в научной какой-то деятельности, так и в, например, на каком-нибудь нефтезаводе. У меня очень широкий спектр возможностей, где я смогу работать, и в будущем для меня, скажем так, все дороги открыты. В этом учебном году в РГУ появилось сразу несколько новых направлений – статистика и судебно-прокурорское дело, а также перешедшие из Московского института культуры, дизайн, режиссура и социокультурная деятельность. Бюджетных мест по этим направлениям нет, только контрактные. Прием документов продолжается до 14 августа. Творческие же экзамены уже начались. Эти направления мы открываем впервые. Лицензию мы получили недавно. И для того, чтобы пройти аккредитацию, нужен первый набор. Соответственно, мы его будем ждать. Но, тем не менее, уже профессорский и преподавательский состав и материальная база, которая должна быть, постепенно формируется. Сейчас мы опираемся в основном на кафедру культурологии, которая уже ввела у нас определенные предметы и имеет опыт в этом. И вторая часть – это те преподаватели института культуры, которые тоже заинтересованы и участвовали сейчас в их творческих испытаниях. И, надеемся, будут нам помогать, когда мы начнем обучение. Пока что для подачи документов не требуется ни ПЦР-тестов, ни справок о вакцинации. Будут ли какие-то особые условия для студентов и преподавателей, зависит от восстановления соответствующих органов. В РГУ согласятся с любым решением. По каким правилам играть, впрочем, будет понятно лишь в сентябре. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вернуть в рязанский поселок Шлаковый – один из его символов. Фигурку слоника потребовал на правительстве губернатор области Николай Любимов. Правда, назвал он этот арт-объект малой архитектурной формы. Валерий Седов поговорил с местными жителями и узнал историю скульптуры. И хотят ли ее здесь видеть вновь. Постамент пустой, здесь больше никого нет. Фигуру слона, который стоял здесь без малого почти семь десятков лет, теперь можно увидеть только на архивных фотографиях и видеозаписях. А появился он в далеком 53-м, когда Рязань начали активно благоустраивать. Типичные для того времени образцы как раз такого благоустройства. Призваны были, прежде всего, ну, скажем так, сделать территорию более уютной, более какой-то милой, приятной для прогулок. И слоник был элементом фонтана. Фонтанов на тот момент в Рязани было много. Конкретно этот слоник украшал детский сад. Потом здание закрылось, перестал работать и фонтан, а фигура стала никому не нужна. Я все-таки считаю, что такие скульптуры, понятно, что они недолговечны, они требуют постоянной заботы, да, это все-таки не бронза. Но такие скульптуры должны сохраняться как элемент истории в том числе. После закрытия детского сада слон выполнял скорее декоративную функцию. Вроде бы никакого функционала не нес, а глаз радовался. Его часто перекрашивали. Слон был желтым, зеленым, синим, фиолетовым. И, наконец, вернул себе былой белый цвет. Два года назад хобот фигуре повредили вандалы, но фигура осталась. Поэтому местные и возмутились, когда слон внезапно пропал. Слушайте, мне нужна старая такая была. Конечно, нужна. Во-первых, она давно стоит и привлекает, и красиво было. Конечно, нужна. Нет, слон не нужна. Ну почему не нужна? Зачем? Ну почему? Дети-то будут приходить. Маленькие. Все, они возле него, знаешь, как крутились. Это наша память, это наша история. Она необходима. Потому что я здесь жила до 65-го года. И это всегда было. А сейчас, ну как, не знаю, попок голый. Некрасиво. Фигура пропадала дважды. Год назад ее забирали на реставрацию. Слома с хоботом вернули на постамент. Теперь он пропал вновь. Говорят, навсегда. Об этом люди много писали и мне в социальных сетях. Эта тема привлекла внимание наших СМИ. Были даже коллективные обращения с просьбой вернуть символичные такие скульптуры. Раз это действительно волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать, если надо, сделать новые форумы. Посоветовавшись, конечно, с жителями установить эти скульптуры на прежние места. Из слов губернатора становится понятно, что возвращение приятных глазу скульптур зависит от рязанцев. Захотим ли мы увидеть привычные фигуры и, может, работающие фонтаны или стоит ждать чего-то нового. Сейчас чаша фонтана поросла травой. Последний раз вода здесь была страшно подумать 65 лет назад. Он проработал всего три года с 1953 по 1956. Но, кто знает, может, после реставрации фонтан вновь заработает и вода появится здесь вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. С открытием автомобильного движения через Лыбецкий мост его реконструкция вовсе не закончилась. Согласно проекту он должен не только быть функциональным, но и вписаться в исторический контекст. Новое ограждение с отсылками к прошлому в этом смысле должно усилить аутентичность конструкции и сохранить ту самую историческую концепцию. Во время реконструкции Лыбецкого моста одной из задач архитектора и подрядчиков было максимально сохранить аутентичность, а также вписать новый проект в исторический облик. Поэтому авторы решили полностью воссоздать литые секции, установленные здесь в 40-50-е годы прошлого века, сразу после войны. За полвека многие элементы пришли в негодность и требовали замены. Другая часть оказалась покрытой таким количеством слоев краски, что оригинальный рельеф литья уже не просматривался. Вместе с историками рабочие в ходе демонтажа отобрали наиболее хорошо сохранившиеся секции. Их очистили от краски и проанализировали, что делать дальше. Одна из таких секций послужила образцом для отливания новых элементов. Именно с нее была снята модель, предварительно эту секцию домастиковали, воссоздали, все каверны были убраны на тяж-пресс-маши и по старой секции сделана литьевая форма. Работа по изготовлению точных копий оригинальных секций к настоящему времени завершилась. Отливали их в Рязани на заводе тяж-пресс-маш. В работе принимали участие историки и археологи, которые следили за соответствием оригиналам. К слову, те исторические литые элементы после военных лет также изготовлены на родине, на истинском заводе, которого к настоящему времени больше не существует. Я с большим удовольствием и интересом осмотрел то, как секции сейчас установлены. Это действительно стало украшением города. Буквально каждый элемент мною осмотрен лично по нескольку раз. Можно сказать, и я должен сказать, что то литье, которое сейчас установлено на Лыбецком мосту, практически никакой детали не отличается от того прототипа, который стоял здесь раньше. Несколько оригинальных секций решили сохранить в новом проекте. Как образцы, дань истории. В этом есть некий символизм и преемственность. Элементы 50-х можно увидеть на лестничных сходах к цирку. Мы с вами можем видеть, что декор этих секций представляет собой крупные элементы растительного орнамента, круглую розетку, в центре которой помещена пятиконечная звезда, как один из символов советского строя, советской власти. И именно такие же секции, сделанные по слепку, по модели со слепка оригинала, у нас размещены на основном ограждении. Оригинальное литье было установлено в послевоенное время, тогда проводилось благоустройство всего бульвара. Старожилы могут еще помнить эти работы. Сейчас к завершению подходит новый этап благоустройства, современный. Реконструкция моста почти завершилась. Сейчас идут работы по устройству пешеходных тоннелей. Напомним, их под новым мостом будет два, вместо одного, как это было изначально. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goroz.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова